приветствую вас друзьям и сейчас постараюсь коротенько ответить на тот вопрос должок вернуть по поводу частоты вибрации ну во первых кто-то там написал в своем комментарии что это это чистота шамана нет это немецкого ученого физика шумана похоже до 0 и шамана вот один момент и немножко сейчас расскажу частота вибрации земли туда пошла частота вибрации земли это лечащая вибрация если человек от нее отодвигается дальше он склонен ко всяким болезням заболеванием у него у него появляется очень хорошая удобная но не атмосфера как назвать там внутри человека в организме хорошая атмосфера появляется развитие всяких бацилл вирусов и далее так далее если частота вибрация отдалена от земли вот это один момент и теперь я вам покажу а ну и покажу сначала вам вот аппарат если только где-то увидите такой аппарат это полиас аппарат вот если увидите у кого есть такой аппарат плюс к нему есть еще кассеты есть другие у меня есть около четырех разных видов аппаратов они нет большой поменьше который я вожу с собой вот если увидите у кого такой аппарат то здесь и можно можно проверять частоту вибрацию диагностику делать энергии диагностику делать всех органов меридиан систем и так далее так далее к этому аппарату конечно есть еще тестовые тестовые знать тестовые такие кассеты тестовые такие кассеты в каждом в каждом квадратике есть тест он намагниченные внутри и он проверяет например вот здесь вот есть все все меридианы все 12 систем там например вот это есть меридиана легких в этой меридиане в этой системе много разных других органов дальше идет крови меридиана потом сердце меридиана потом идет печень и меридиана потом идет желудочные железы сердце вот здесь до почки ну все все системы которые есть так вот у на у моих коллег у моих учителей есть таких наверно штук 50 тот в каждом квадратка на каждой этой страничке есть тестов но где-то около 50 до 100 без казаки поменьше так вот их тысячи десятки тысяч надо уметь с ними обращаться вот теперь я покажу что получилось у нас вот эта схемка где-то быстро сейчас не нашел под рукою под рукою вот это вот круг снизу круг сверху если его обвести кружком это появляется иньян знак мы потом будем об этом говорит вот но иньян знак есть во всем секунде в минуте в часе им в сутках там в неделе в месяце в году вот эта схема у нас есть галактики если вот вот этот верхний круг повернуть его полукруг повернуть его то будет круг то вот этот круг проходит за двадцать шесть тысяч лет сейчас мы почему его так развернули что было удобнее смотреть сейчас мы перешли вот линия горизонтальная мы перешли сейчас в 2012 году вверх пошли этот период будет но около двух тысяч лет но вот этот переход он еще и есть световой этот световой переход он поменял и что вообще частоту вибрации земли очень сильно вот каждый этот период мы проходим каждый две тысячи лет ты практически практически так как вот и знаки зодиака и так далее 12 лет 12 12 знаков 12 месяцев но они есть я говорю и в периоде большом круге вот и мы как раз попали в 2012 году вот на этот период мы перешли в новые в новый период в новое измерение и частота вибрации земли стала сильно меняться очень сильно меняться вот если посмотреть если посмотреть вот этот вот эту картинку то вот внизу здесь написано если у вас чистоты вибрации примерно 20-30 процентов ты вы можете вот у вас есть свету есть энергии вот именно вот столько только внутри если у вас побольше есть уже частота вибрации повыше то уже от 30 до 60 процентов в третьем кругу от 60 до 80 процентов и вышли в кругу от 80 до 100 процентов вот это то же самое если взять фонарик с маленькой лампочкой с большой вот с маленькой лампочкой там 10 ватт вы увидите только себя под ногами что-то с лампочкой в 500 или в 1000 ватт вы увидите практически всю улицу понимаете так вот это я так на бытовом языке разговариваю говорю но это очень серьезные вещи когда у вас поднимается частота вибрация расширяется сознание у вас вы видите мир по-другому вы видите реаль этого мира когда у вас нет света нет той частоты вибрации вы не можете увидеть все абсолютно не может такой сегодня частота вибрации поднялась уже до 5000 если было на 8 7 и 8 десятых почти 6000 лет как утверждают некоторые то после 2012 года вот пошла 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 вверх за два года уже дошла до 5000 будет от остановки или нет но и 5000 выдержать нормальному человеку ну как нормальному как раз ненормальному который не развивается очень сложно очень сложно что я еще хотел показать в этом деле дам вот наша когда когда разговаривал в наших видео есть видите вот это маркаба маркаба маркабах ты это карета вижимости наши на нашей нашей души и она очень энергетическая и вот если ее посмотреть так в другом развернутом виде и мы видим увидим ее совершенно по-другому это много очень слоев энергетических и вот эти свои энергетические все измеряются в этих энергетических слоях есть очень много информации если мы не расширяем свое сознание к нам не приходит этой информации если расширяем чем больше расширяемся на каждый круг у нас тем больше приходит информации каким-то способом я не знаю каким но в книгах вы ее не находит вам приходит от меня приходит это информация тоже но настолько насколько я мою числе там не в десять раз светлее умнее частота вибрации больше тогда вот но у меня тоже она уже не маленькая и скажем новым поднятием совершенно новый взгляд новые желания новые потребности совершенно другие они более благородные они более автоматически это работает они более благородные они более взвешенные осознанные и так далее так далее вот это очень важный момент чтоб вам посмотреть так схематично вот так находится человек вот в этой вот в этой повозке она многогранная здесь на просто написано в таком до варианте а если взять ее 33 д это она будет вот такая машина если можно еще посмотреть я знаю если у меня здесь нету вот так идет так идет так движется жизнь человека и вибрации вот посмотрите это не просто круг ничего не повторяет но повторяется в периодах но человек идет всегда вверх по спирали по спирали идет вверх развивается вверх если что-то повторяется повторяется в другом каком-то ракурсе вот если мы на эту спираль посмотрим сбоку то это будет так сказать ухабистая дорога если мы посмотрим на ее сверху то это будет выглядеть примерно вот так вот это будет выглядеть примерно вот так вот вот если мы посмотрим на нее под углом 45 градусов мы увидим другое сечение совершенно другое сечение я тоже буду это представлять да теперь я очень коротко говорю видите так и написано марка банк как средства перемещения человека в пространстве вот если мы достигаем такого уровня у нас меняется структура даже крови и мы имеем очень большие возможности вот но хочу еще может быть покажу вам что получается когда мы где-то неправильно действуем где-то себе позволяем где-то своими неправильными действиями и мыслями не развивая не облагораживая свои свойства высшей природы у нас пробивает ответить и вот эти вот эти места это пробои по кругу есть вот такие темные места это энергетические ямы они очень серьезные пробита аура полностью потом я буду рассказывать только вот сейчас знакомлю с этим делом очень много пробоя чем много подсаживается почему я говорю не надо никогда оставлять даже мысли на свое тело если расслабляется могут появиться квартиранты сама энергетика работает работает все тело это энергетическая единица как и говорил энштейн как и сегодня ученые знают мы знаем что все состоит из атомов субатомов и еще и меньше сейчас уже частиц есть чем больше человечество находит мощнее лупы тем больше находит частей меньше частей вот ну мы уже знаем что субатом состоит из 0 , 0 0 0 0 0 1 это материя остальное все пространство ну как но это не пустое пространство как говорил энштейн это является пронизанное все энергиями и кто-то этими энергиями управляет вот это слова энштейн я ему больше верю чем кому-то другому потому что на самом деле оставил очень много интересных нам открытий но и он говорит что это не открытие это просто приходит знанием людям которые занимаются постоянно этим делом вот то что я показывал например если схематично показать вот эту же схему человека я ее просто попробовал сделать так перевести с одного языка с 1 с одной комплекции в свою вот здесь видно как как на какая есть структура личности человека если смотреть вниз то вот внизу только у дети четыре точки это и есть практически ну человек физическое тело все остальное это энергетические поля благодаря которым живет вот это физическое тело надо физическое тело вот вверх верхний треугольник как вы видите ты его там более а мудрость любовь активность постоянный атом и вот здесь все расписано я потом буду все это представлять достаточно широкой информации как-то действует и всех вот эти энергетические моменты они все работают и проблемы все сидят не в самом физическом теле физическое тело нам только сигнализирует в общем это мой рисунок он может быть такой не совсем удачный моя схема но мы потом будем разбираться этим делом вот что еще хотел сказать вот здесь вот здесь вот видите вот эти есть недавно я был в индии и мы обходили там такие на храм они тысячелетние не было интересно пройтись и почувствовать энергетику мы даже собирали энергетику меня научили учителя собирали ее сохраняли правильно и привозили ее измеряли так вот это голограмма которая частной рисунке это голограмма на очень серьезная так сказать серьезный продукт и когда нам и посещали храмы шивы это шива как разрушитель практически стихии вода огонь воздух земля ну и все есть храм я там не был но когда-то тоже попаду есть все вместе эти в эфире эфирные в эфире все которые находятся стихии вот что это такое голограмму и сейчас некто из из некоторых древних источников доходит информации что все же в этих святых местах и в этих в этих в этих святых местах не так просто излучается вот эта положительная энергетика и доходит из древних источников писаний что все же там есть голограммы какие-то и сегодня те голограммы делают ну вот например мы тоже делали голограмм у меня есть некоторые и вот эта голограмма 1 1 из таких показателей она работает безо всякого электричества она может работать всегда если она из хорошего материала будет эта голограмма то она работает постоянно и 1000 лет будет работать безо всяких присоединения электричества если в эту голограмму можно ее заряжать а можно голограмму уже делать на какой-то продукт на какой-то минерал на какую-то энергетику например там энергетика вылечивается онкологию смотря какая тоже онкология это на разные бывают там дать дополнительную энергию печени легким сердцу и так далее то есть такие голограммы они разные бывают вот я показывал у меня их разные есть вот такие голограммы там немножко дальше есть вот эти головы эти голограммы эти голограммы очень сильно действует и я думаю потому что ты не только я что в этих лингомах которые болтарях стоят они все же они все же они все же стоят на чем-то на подобных вот таких голограммах они голограммы могут быть по несколько метров в диаметре и так далее они делаются пирамиды сами они тоже голограмма пирамидах у нас тоже есть собраны и вот в такие вот квадратики такие квадратики собраны энергии из пирамид египте вот и там тоже есть очень интересные моменты и всякие мифы которые а пирамида сделаны сложные они всегда совпадают с тем что есть на самом деле самом деле в некоторых местах пирамид там есть жизненная энергия и она тоже сейчас уже доходит сделать источник что туда мы попадали вот этим влажде так сказать попадали там чтоб лечиться чтобы дольше прожить так далее так далее вот вы видите в этой самой рядом с голограммой лежит вот этот амулет вот этот амулет он тоже заряжен под нужную энергетику где его всегда ношу со воину он всегда со мной есть тоже там есть специальные программы вот и наша команда она выпускает немало всяких продукции с минералами которые вот помогают выдержат но это надо понимать что эта продукция не не химия не таблетка и и надо постоянно иметь постоянно ее проверять постоянно иногда подзаряжать может быть вот многие другие моменты которые идет очищение продуктов например вот эти продукты которые есть в магазинах которые обработаны всякими химикатами и консервантами и так далее кто-то у меня на столе я даже могу показать и такой большой кристалл он заряжен для того чтобы очищать делать очистку продукты вот свет что мы ложим недалеко от этого камня он действует на 2 метра диаметре от этого кристалла работает очень хорошо и очень хорошо действует на гармонию на энергетику на здоровье и так далее так далее много таких есть вещей вот ну до этого надо дойти надо понять потому как здесь не должно быть сомнения совершенно в этих знаниях не должно быть сомнение это будет сомнение там будет с лио это еще не работает тогда потому что это энергетические каналы энергетические излучения их можно принять тогда когда открывается канал если если какие-то інфлядный канал закрывается и он не работать так что вам еще показать так вот покажу наверно вам еще вот эту вещь вот например я так просто быстро сфотографировал мне было подругой не стал искать хотя мы список большой очень давали вот видите там потерянность расселенность вина подавленность раздражение лукавство усталость страдания уныние застенчивость скорбь какие там страх испуг экстаз ужас и многие другие такие вещи еще один могу показать вот что там у нас есть высокомерие негодование беспокоиться возмущение нетерпение волнения забочность тревожность тоска ирония ненависть замешательства отвращения смущения без печаль изумлением сарказм жалость злость обидам настороженность смяте ну и так далее так далее вот я перечислял свойства низшей природы низшей природы и напротив низшей природы всегда есть какие-то свойства и свойства и высшей природы вот когда начинаете развивать свойства высшей природы тогда нивелируется те свойства низшей природы человек начинает очень быстро расти в гору расширение создания очень быстро растет частота тогда вибрации тогда иммунная система очень хорошо восстанавливается когда мы отражаем многие атаки и так далее так далее оккультные оккультные если технически не только человека идут вот эти эти моменты очень важно с ними надо работать каждый вот в той строчке каждое свойство имеет свою частоту вибрации эту частоту вибрации надо отрабатывать надо нивелировать вот что это такое и теперь скажу ох надо было подготовиться но не важно так поймете следующий раз когда мы дойдем в теме по существу где идут видео там вы увидите больше как можно потестировать сам себя без аппарата слушайте внимательно надо просто обратить внимание как действуют животные в свободной природе и об этом говорил уже напоминал и животные общение находится ли в сознанием но очень маленькая или вообще нет но чем низком уровне частоте вибрации и потом потому там идет такое животное борьба за все если животное большое она агрессивная может быть она может нападать она может уничтожать других в ней происходит вот вот такая реакция этого животного есть животные которые равные по своей силе они борются между собой конфликтуют борются за территорию за кусок мяса и так далее тогда за право быть преемником у какой-то самки так далее чтобы сделать поколение самки тоже выбирают только сильных самцов те которые слабые они убегают прятаться боятся у них страхи с обиды и так далее так далее так вот так живут в свободной природе животных дорогие мои просто очень в любой ситуации в любой ситуации в которой вы попадаете особенно если какая-то неприятная ситуация даже самое маленькое вы посканируете себя что вы в этот момент чувствуете если у вас есть страх может быть у вас есть агрессия может быть у вас борьба внутренняя еще что там вот все что я перечислил там если вы в себе посканируете узнайте что пока еще ваша частота вибрации очень низкая очень низко если вы же посканируете в каких-то в каких-то ситуациях вы спокойно реагируете гармонично например иногда куда-то пастырь что-то там везет мне кто-то сломался транспорт это же не нервничаю потому что но нервничать и ничего не поможешь человек просто работает со знанием нет если есть телефон взял позвонил опаздываю только не надо обманывать если ты позже выехал и говори что стоишь в пробке это уже обманываешь что это уже мы слово и дело не на одинаковой вибрации вот мы будем говорить что да мы слово и дело должна быть одинаковой вибрировать одинаковой реакции должна быть одинаковый резонанс если он вас неправильный то есть несбалансированный то тоже проблема будет так что мы об этом обо всем будем говорить мы просто не дошли но вот такой вопрос был я думал что быстренько легонечко вам расскажу но вот полчаса уже говорит мужчина информация на самом деле много и не знаешь вот какую вам сказать потому если вы посканировали и честно определили что у вас есть какой-то один из симптомов если одна одна из свойств которые мы перечисляли свободной природе животных то вы только вступаете на грань человек вы получили человеческое тело мы еще не научились быть человеком это как водитель садится в машину но он еще не шофер он же в машине но еще не шофер надо учиться так и здесь мы сели человеческое тело а мы дали для того чтобы научиться быть человеком но мы еще не стали человеком большим делом вот человек в любых ситуациях поступает совершенно по-другому он не воюет он не агрессирует он находит другие совершенно методы как решать одну или другую ситуацию вот коротенько но мы будем проходить потому что надо объяснять об ситуациях как ситуации как нас учат ситуации но будем вот мы наверное уже в следующем сейчас вышло у нас седьмое видео в восьмом видео мы наверное разберем что такая что такое ситуация учит практически сколько мне приходилось проводить живую лекции семинаров никто до конца или хорошо не понимает что значит ситуация учит вот мы это очень сильно разберем тоже там займет немало времени и так друзья до скорой встречи обязательно может быть видео тоже отдельно сделаем может быть не много вопросов про раздражение как нивелировать раздражение раздражение которое генерирует или возбуждает телом производить империл который осаждается на стенке нервной системы и разрушает человека это серьезный яд вот повторяю что все эти знания не мои они приходят я ими не торгую благодарности меня никаких не надо за это вот но если хотите чтобы приходили к вам информация к первым ставьте или лайки или пишите комментарии или на колокольчик позвоните и алгоритм социальных сетей дел работает так что он вам сразу приносит новость из нашего проекта будьте здоровы всего хорошего